Если закрутить этот цилиндр одновременным рывком на обоих концах, он довольно быстро останавливается из-за трения об стол. Но если запустить цилиндр, резко нажав пальцем на одном его конце, он будет вращаться довольно долго, как будто теперь трение уменьшилось во много раз. Заснимем движение цилиндра на скоростную камеру. Мы видим, что он касается стола только одним краем, и этот край катится по столу. А второй край не катится, но висит в воздухе, и он не оказывает движению цилиндра никакого сопротивления. Но как цилиндр может кататься на одном конце, разве сила тяжести не стремится опустить его вниз? Чтобы разобраться с этим, рассмотрим простую модель с двумя колесами, зафиксированными на общей оси. Пусть левое колесо на нашем рисунке касается стола и катится по нему без проскальзывания, а правое колесо висит в воздухе и вращается на оси в ту же сторону. На связку из двух колес действует сила тяжести, которой противостоит сила реакции опоры. Эти две силы создают вращающий момент, стремящийся опустить правое колесо на стол. Раз оно не опускается, значит на систему действует еще один вращающий момент, стремящийся поднять правое колесо вверх. Попробуем понять, откуда этот момент берется. Мысленно выделим на каждом колесе по две массы в верхней и нижней частях обода. У левой нижней и правой верхней масс скорости двух вращательных движений вычитаются, и эти массы покоятся относительно стола, ведь нижняя точка левого колеса катится по нему без проскальзывания, а у левой верхней и правой нижней масс скорости двух вращательных движений складываются. Но эти массы участвуют во вращательном движении вокруг вертикальной оси, и поэтому со стороны этих масс на колеса действуют растягивающие центробежные силы, направленные вдоль оси колесной пары. Эти силы создают вращающий момент, стремящийся при поднять правое колесо вверх. Если вращение происходит достаточно быстро, этот момент не только уравновешивает момент силы тяжести, но еще и приподнимает правое колесо вверх, что мы и видели в нашем опыте. Насколько высоко приподнимается цилиндр, зависит от того, как быстро он вращается и как соотносится его длина и диаметр. Короткий цилиндр приподнимается весьма высоко и вращается так довольно долго. А вот эти два склеенных вместе теннисных шарика удобнее запускать, закрутив их вокруг вертикальной оси. Посмотрите, как красиво они вращаются на замедленной этой обслуживаниях. Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok ГОВОРИТ ПО-КОЛИТИВАТЕСЬ.